Салам алейкум, Дагестан! Доброго вечера всем, кто смотрит нас в сетке вещаний РГВК и доброго времени сюда к тем, кто видит нас в повторе или же в интернет-версии. С вами передача «Глобальная сеть» и я ее ведущий Димбаганг Магомедов. В эфире восьмой выпуск. Однако, прежде чем мы начнем обзор новостей, волновавших пользователей социальных сетей на этой неделе, мне хотелось бы поблагодарить информационную поддержку телеканал РГВК, а также еженедельник «Свободная республика», «Свободная республика», «Газета для думающих людей». Дагестанский государственный университет отпраздновал свое 90-летие. В юбилейных мероприятиях принял участие глава Дагестана Сергей Меликов. Это было, пожалуй, самое первое мероприятие, на котором он появился в новом статусе главы Дагестана. Новость эту начал обсуждать в своем комментарии Рауль Рамазанов. До начала торжественной части в фойе актового зала в учебно-лабораторном корпусе ведущего вуза республики руководитель субъекта осмотрел выставку достижений университета. Официальную часть, которая началась студенческим гимном «Гаудамус», открыл ректор ДГУ Муртузалер Абаданов. Он поблагодарил всех, кто нашел возможность присутствовать на торжестве и предоставил слово руководителю региона, поздравив от имени всех коллег Сергея Меликова с избранием главой Дагестана. Руководитель республики, в свою очередь, назвал ДГУ выдающимся научно-образовательным учреждением. «В этом году мы отмечаем столетие Дагестанской ССР, и я думал, одним из этапов становления государственности является создание Дагестанского государственного университета. Это один из старейших вузов. Глубоко уважаемый университет, который на самом деле сегодня почитают во всех уголках нашей страны», подчеркнул Сергей Меликов. Пользовательница социальных сетей Заира Алигаджиева поделилась своим мнением. По словам главы региона, университет развивался вместе с Дагестаном, и все эти этапы его развития показывают, что он был неотъемлемой частью республики. Причем не просто в подготовке высококвалифицированных кадров для народного хозяйства региона, и профессора, и студенты достойно и самоотверженно защищали нашу родину в сложный период. Как отметил Сергей Меликов, за эти десятилетия пройден огромный и сложный путь становления и развития ведущего университета Дагестана и одного из ведущих вузов Северного Кавказа. «Создание научно-образовательного центра такого уровня – дело не одного года, результат колоссального труда выдающихся ученых, организаторов науки и образования, всего многотысячного коллектива ученых и преподавателей». Написал пользователь Арсен Багандов. За эти годы Дагестанский государственный университет подготовил свыше 100 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые внесли и продолжают вносить заметный вклад в развитие практически всех отраслей народного хозяйства страны. Выпускников университета можно встретить сегодня во всех уголках России, а также за рубежом, где они достойно представляют отечественную науку. Среди выпускников университета – личности, которые оставили свой след в истории Дагестана, внесшие вклад в его становление и развитие. «Это известные ученые, общественные и государственные деятели, заслуженные экономисты и юристы, деятели культуры, искусства и литературы, спортсмены, предприниматели и телеведущие. Не ошибусь, если скажу, что нет ни одного органа государственной власти республики, отрасли экономической и социальной сферы, где бы не работали выпускники университета», – заметил Меликов. Написала свое мнение Рукижат Гамидова. «Отметил глава региона и то, что сегодня ДГУ сформировался как классический университет новой формации. Университетом заключены соглашения о научно-образовательном сотрудничестве со многими вузами мира. Он является членом Ассоциации государственных университетов прикаспийских государств. В настоящее время в ДГУ обучаются сотни студентов ближнего и дальнего зарубежья. Современный облик университета – это прежде всего многонациональный и дружный коллектив, который достойно продолжает традиции нашей республики и традиции образования нашей страны. В целях сохранения качественного образования вуз не прекращал свою деятельность даже в период пандемии и одним из первых перешел на дистанционное обучение, разработав новые методики, которые позволили сделать то же самое многим другим вузам страны», – отметил глава Дагестана. Делит сомнением Гамзат Гайдаров, напомнив, что современный уровень развития цивилизации требует особого отношения к системе образования. Сергей Меликов отметил, что только современное, отвечающее духу времени высшее образование может стать должным ответом на все вызовы. В этой связи и нацелил глава региона, университету необходимо продолжить активно развивать систему дополнительного профессионального образования, повышения квалификации, профессиональной переподготовки. «Мы очень надеемся, что с помощью специалистов университета мы сможем создать столь необходимую программу подготовки востребованных республиканских и муниципальных кадров. Считаю, что нам необходимо отказаться от практики невостребованных специалистов, и здесь надо больше сотрудничать с органами государственной власти, парламентом, федеральным министерством. Нужно создавать среднесрочные и долгосрочные планы подготовки специалистов, а также активнее принимать участие в стратегических проектах развития Дагестана», – сказал глава региона. Пишет пользовательница Фарида Ахмедова. «Поблагодарив научное сообщество, университет и руководитель субъекта обратил внимание и на необходимость сотрудничества ВУЗа с производством, реальным сектором экономики для эффективного использования научных знаний в разработке и внедрении новых прорывных технологий, в первую очередь по приоритетным направлениям социально-экономического развития Дагестана. Я бы хотел поблагодарить Министерство образования и науки Российской Федерации, которое поддерживает нас и дает возможность по новым направлениям развивать и двигаться вперед. Хотел бы сказать спасибо всем присутствующим здесь людям, которые не один год посвятили развитию ДГУ и создали ту замечательную базу, которая у нас есть». По мнению Тимура Исмаилова, ситуация выглядит таким образом. «Считаю, что важнейшей задачей университета должна стать активная работа по формированию мировоззрения студента, основанного на твердом фундаменте научных знаний, как в области естественных и гуманитарных наук, установок гражданственности и патриотизма. «Мы должны не просто готовить специалистов, мы должны сегодня готовить успешных во всех направлениях людей. Нас всех объединяет желание видеть наш университет мощным, высокопрофессиональным и современным, но при этом не потерявшим традиции 90-летнего пути. Уверен, что вы сделаете все для того, чтобы самая светлая сакля Дагестана, как называл университет Расул Гамзатов, и впредь занимал достойное место в системе образования Дагестана и России», – пожелал Сергей Меликов. Завсегдат из социальных сетей Ибрагим Баширов написал следующее. Муртазали Рабаданов с благодарностью вспомнил всех преподавателей и сотрудников прошлых лет и работающих в настоящее время. Вуз дал путевку в жизнь многим известным ученым, общественным деятелям и спортсменам. Не случайно, что при определении рейтинга вузов России, чьи выпускники внесли наиболее значимый вклад в социально-экономическое развитие страны, в подготовку управленческой и научной элиты страны, Дагестанский государственный университет вошел в двадцатку лучших вузов страны. Уже более сорока лет университет осуществляет подготовку специалистов для зарубежных стран. В последние годы, по словам Рабаданова, ведется организационное и содержательное обновление образовательного процесса. Сегодня на передний план выходит задача подготовки и трудоустройства востребованных специалистов, способных работать в инновационных отраслях экономики и современном цифровом обществе. Дагестанский государственный университет вступил в новое тысячелетие как признанный инновационный центр образования, науки и культуры региона и, сохранив лучшие отечественные традиции, уверенно входит в мировое образовательное и научно-техническое пространство. Рашид Магомедов тоже поделился своей информацией. Ректор поздравил своих коллег, весь профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов и выпускников университета с юбилеем, выразив уверенность, что это большое событие не только в вузовской среде, но и в жизни всей республики. Поздравил с юбилеем университет и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации ФС Российской Федерации по науке, образованию и культуре Илья Сумаханов. Теплые пожелания прозвучали в этот день также от исполнительного директора Ассоциации университетов прикаспийских государств, профессора Юрия Пеменова, почетного профессора ДГУ, руководителя Центра изучения Ирана и Евразии Мехти Санай, ректора Бакинского государственного университета Азербайджан Ильчина Бабаева, ректоров дагестанских вузов. В рамках торжества Сергей Мелика вручил государственные награды Республики Дагестан наиболее отличившимся работникам вуза. Завершились праздничные мероприятия концертной программой, которую подготовили студенты вуза. История о том, как один подросток убил ножом своего одноклассника, повергла в шок всех, кто о ней услышал. Неудивительно, что она нашла отклик и у пользователей социальных сетей. Внимание на экран. Пользователь Ибрагим Гаджиев написал следующее. Уже к вечеру понедельника мы знали практически все, что произошло утром этого злополучного дня. По одной версии, которая выглядит наиболее убедительно, дело было примерно так. 16-летний ученик 9 класса Асанали продал своему однокласснику Джабраилу телефон. Асанали не отдал трубку сразу, а сообщил, что родители ему сказали, что пока деньги ему не заплатят, телефон он отдавать не будет. Джабраил перечислил ему, как они договаривались, 10 тысяч рублей. Прошло две недели, ни денег, ни телефона не было. Джабраил ему практически каждый день напоминал о долге. В конце концов, он попросил вернуть деньги или отдать телефон. В понедельник 11 октября у них дело дошло до драки. Джабраил оказался сильнее, так как ходил на борьбу. И когда после драки Джабраил развернулся спиной к Асанали и уже стал уходить, Асанали вскочил, выхватил охотничий нож и со спины всадил ему в сердце. Джабраил умер, не доехав до больницы. Пишет активная участница социальных сетей Зарина Меджидова. Теперь вопрос, случайно ли в этих обстоятельствах у Асанали оказался нож. Логика подсказывает, что деньги возвращать он не собирался, Поэтому знал, что конфликта не избежать и готовился. Мы видели допрос в Кировском отделе МВД. Мы слышали, что говорил Арслан Али. Не нужно быть психологом или специалистом по лжи, Чтобы понять, насколько можно доверять тому, что говорит малолетний убийца. Мы видели допрос в Кировском отделе МВД. Мы слышали его маргинальную лексику. С ним все понятно было с первого предложения. Там нет сожалений по поводу совершенного убийства. Пользователь Тимур Магомедов по этому поводу написал следующее. Убийца на допросе хладнокровно сказал. Нож я приобрел еще примерно год назад в маленьком магазинчике. Он всегда дома лежал. У всех есть, у меня тоже, чтобы был. Что-то я решил в один день положить его в карман. Не помню даже этого. В школу неделю не ходил. В кармане он как-то оказался. Признался 16-летний подозреваемый. Он также объяснил, что раньше конфликтов между ним и одноклассником не возникало, и желания убивать другого ученика у парня не было. Школьник достал нож во время драки в состоянии аффекта. По крайней мере, сам так сказал. После случившегося, по словам парня, он пошел к директору школы и рассказал обо всем. А пострадавший убежал. По мнению завсегдат из социальных сетей Аминат Турсуновой. Напоминаю, что юноша 16 лет. После этого убийства очнулась даже вечно спящая, уполномоченная по правам ребенка в Республике Дагестан Марина Ежова. По ее словам, у него уже были проблемы с учебой и поведением. Мальчик сложный, изначально проблемный. Он уже попадал в поле зрения и педагогов, и психологов. Учился плохо, были проблемы с поведением. Родители были в курсе, но никто не предполагал степень возможной трагедии. Он поменял уже одну школу, какое-то время находился на домашнем обучении. В эту школу был переведен недавно, сказала Ежова. Эту же тему продолжил пользователь Ширван Амирханов. Детский омбудсмен еще добавила, что семья подростка не является неблагополучной. Семья, полная какого-то ярко выраженного социального или материального неблагополучия, нет. Это единственный ребенок в семье, сказала Ежова. О том, что мальчик имел криминальные наклонности, могла бы сказать психолог школы номер 51 или же классный руководитель. Но никто из них этим вопросом не обеспокоился. У нас вообще работа школьных психологов поставлена весьма слабо. Своё мнение написала и Таусакаева. Но и остаются неизвестными только некоторые детали. Первая из них – из какой школы мальчик был переведен в школу номер 51 и по какой причине у него был конфликт на предыдущем месте учебы. Нет сомнений, что мы ждем извинений от родителей Асаналии и хоть каких-то объяснений. Сейчас у меня уже нет сомнений, что этот мальчик – пропащий человек. Совершить убийство в 16 лет – это, извините, не случайность. Не просто так он нож покупал и носил его с собой, а чтобы пустить его в дело. Плюс этот обман с продажи телефона. Он ведь по сути убил человека, чтобы не возвращать деньги за трубку. Пользователь Исмаил Бугайчеев написал по этому поводу следующее. Уже в голосе юноши слышится маргинальная лексика и сплошная ложь. Благодаря этому ролику весь пазл сложился полностью. Асанали знал, что Джабраил сильнее него. Знал, что ему не одолеть и не запугать Джабраила, поэтому и носил с собой нож. Это он искусно врет про то, что не знал, а просто так купил ножик. Все он знал, потому что до этого кинул своего одноклассника. И нож был для него защитой от возмездия. Когда его допрашивали в кировском отделе полиции, он врал, что между ним и Джабраилом не было конфликтов. При том, что по сетям уже гуляло видео с дракой между ними. Не остался в стороне от дискуссии и юзер Герри Алиев. При том, что весь класс знал про историю с трубкой, ну а когда он произносит фразы в состоянии аффекта, непреднамеренно и другая специальная лексика, которая в подростковой среде не упоминается, то мы понимаем, он знает, что говорить, с ним уже поработали взрослые. Судя по видео, где он наносит удар, там не то, что состояние аффекта, там и драка не началась еще. Он искусно играет в простоту душевную. И если вы не знаете всех обстоятельств дела, то вы никогда не заподозрите, что перед вами сидит настоящее чудовище. И вот потом из таких маргиналов вырастают большие сволочи, которые позорят Дагестан и разрушают веру в людей. Завсегдатый социальных сетей Рашидбек Ахмедов написал следующее. По рассказам одноклассников, подросток с начала сентября ходил в школу с охотничьим ножом. Дети боялись, просили его не таскаться в школу с ножом, но это не помогло. Девочки класса обращались к директору школы с просьбой обратить внимание на подростка. Рассказывали, что их одноклассник приходит в школу с ножом и что ведет себя очень странно, но это не помогло, никакой реакции не последовало. И это после всех историй с массовыми расстрелами в школах. Тогда, по одной из версий, дети решили разобраться сами. В один из дней подростка позвали за школу и случилась драка. Пользователь под ником Набибулла Магомедов подвел итоги этого обсуждения. Мы искренне соболезнуем родителям погибшего мальчика. Мама его сейчас находится в реанимации. Вместе с семьей погибшего Джабраэла плакали мы все. В этот самый момент сотни тысяч махачкалинских родителей, схватившись за сердце, хорошо задумались по поводу того, можно ли отправлять своих детей в школу и как их там защитить. А еще я очень надеюсь, что будет выработан какой-то защитный механизм избавления в классах от детей, которые создают проблемы в коллективе. И что совместным решением родительского комитета подобных детей будут переводить на дистанционное обучение. Согласитесь, это лучше, чем драки и убийства. Во всяком случае, люди должны иметь возможность защитить своих детей от маргиналов. С 18 октября вступил в силу приказ о повышении цен на проезд в маршрутном такси. Махачкалинские перевозчики повысили с 23 до 27 рублей стоимость проезда по городу в общественном транспорте. Ну и естественно, что пользователи социальных сетей не оставили это событие незамеченным. Пишет завсегдатый виртуальный в Дебрии Шамиль Рахметов. Одно из предприятий на транспортном рынке столицы республики объявило о повышении стоимости проезда в своих маршрутных такси с 23 до 27 рублей. Это компания современной транспортной системы, занимающаяся пассажирскими перевозками в Махачкале. В объявлении было сказано следующее. Уважаемые пассажиры, с 18 октября 2021 года плата за проезд одного пассажира в маршрутном транспортном средстве составляет 27 рублей. Говорится в объявлении, развешанном в маршрутках ООО СТС. Мадина Усманова по этому поводу написала следующее. Все как всегда и ничего удивительного. Компания объяснила свое решение ростом расходов на эксплуатацию транспорта. Другие компании об аналогичных решениях не сообщали. Но это уже зашквар какой-то. Все против народа. У кого 2-3 школьника плюс еще работают, точно будут работать только на проезд. Что-нибудь сделайте вы о благо народа хоть раз. Слов не хватает от возмущения. Мы, конечно, заплатим, но кто заплатит нам за нашу работу? Не остался в стороне от дискуссии Загир Гарунов. Сначала пусть устроят нормальные условия для поездки, потом пускай поднимают. Дышать невозможно в маршрутках. Слов нет у меня от возмущения. А состояние транспорта оставляет желать лучшего. Наши маршрутки грязные и тесные. Если инфляция у нас высокая, почему не компенсируют нам всем? Чья-то зарплата не менялась с 2009 года сразу на 5 рублей. Сразу на 5 рублей. Даже рука, наверное, не дрогнула написать такую цену. В других городах по 2-3 рубля поднимают раз в году. А тут сразу на 5 рублей и 2 раза в год. А вот у Сакина Тадаевой тоже своя точка зрения. За что им давать 27 рублей? За порванные сидения, что ли? Новые маршрутки хоть были бы, отдали бы хоть 40 рублей. А то на этих ржавых маршрутках ездим и поднимают цены. Сначала пусть поднимают зарплаты, пенсии, а потом уже и проезд. Куда катимся? Каждый день превышаем цены. Лучше зарплаты повысти людям. Поделился своим мнением Иомар Билалов. Как жить дальше? И так на сухарях. А загородный маршрут сколько тогда будет стоить? Все 35, наверное. Двое детей в школу едут и обратно. И даже 100 рублей им не хватит теперь. Пусть маршрутки уберут и запустят троллейбусы. А автобусы по более низкой цене. Мы будем на них ездить. В Москве на метро дешевле выходит перемещаться по городу, чем в Махачкале. Людей просто выбора нет. А соцпакет у дагестанцев далеко не московский. Надеюсь, правительство обратит наконец-то внимание на нужды населения. Шамсияту Магомедова по этому поводу написала следующее. Проезд на разбитых маршрутках 27 рублей. Сначала дайте народу нормальный общественный транспорт. Спасибо руководству нашего города и республики. Пришли и ставят нас на колени. Нищий народ из кожи вон лезет, стараясь заработать на пропитание. Они цены на все повышают. Приведите тогда в нормальный вид вашей маршрутки. Каждая вторая маршрутка разваливается. У некоторых сидений своей жизнью отдельно от маршрутки живут. Подняли цену? Тогда создавайте условия. На что ответил Муслим Хайбулаев. Какая прелесть! Как я счастлив, что проезд повышает. Мы живем в лучшем городе мира. У нас периодически не бывает воды, света, отопления, ливневки не работают. И цены на проезд растут. Зато зарплаты у многих людей как были низкими, так и остаются. Бедный народ. Зарплата копейки, а цены поднимают. А зарплату когда поднимут? На проезд продукты и коммуналку, свет и газ на все подняли. Бешеные цены. А зарплата нищенская. Это как понимать? Цену на хлеб подняли, на продукты подняли. Теперь и на проезд. Не живите, а выживайте, высказал схожее мнение пользователя. Джамал Ахмедов написал следующее. Почему не 100 рублей? Монополист может поднять цену до 200. А чего не поднимать? Все равно же заплатят. Все дорожает и весьма беспощадно. Еще раз тоже подорожает. Любой прогноз на ухудшение жизни граждан обязательно срабатывает. Но почему это так? Чем хоть мы это заслужили? Итог дискуссии резюмировал пользователь Муслим Ховчаев. Проезд регулярно заражает. И это происходит каждый год. Я так и не понял, почему из-за этого начинаются все эти обсуждения. Может нужно воспринимать это как погоду, как смену времен года? В конце концов, это же не такие огромные деньги. Ну а если вы не зарабатываете даже на такой проезд, зачем вообще ходить на такую работу? Инцидент с избиванием военнослужащего дагестанскими солдатами произошел в казарме в городе Бикин Хабаровского края. А если учесть, что они избивали своего же земляка, то неудивительно, что дагестанские пользователи социальных сетей эту новость мимо себя не пропустили. Пользователь социальных сетей Эльдар Шарипов написал следующее. Все началось с того, что в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлено, как несколько солдат избивают сослуживца. Судя по разговорам на записи, военнослужащие били земляка за то, что он якобы кинул пацанов. Нападавших звали Исмаил, Шамиль и Залибек, а их жертву – Ислам. Чуть позже выясняется, что случившееся произошло в воинской части 46-102, расположенной в городе Бикине Хабаровского края, около границы с Китаем. За день до происшествия у 22-летнего Исмаила и 18-летнего Шамиля произошел конфликт с неустановленным гражданским лицом, свидетелем которого стал их сослуживить 21-летний Ислам. Однако вместо того, чтобы принять участие в конфликте, Ислам ушел в казарму. Действия Ислама его земляки расценили как предательство. Эту тему продолжает Ума Муталимова. И по этой причине Исмаил и Шамиль решили вместе с 25-летним товарищем Ренатом проучить Исламу. Сначала военнослужащие потребовали у него в качестве возврата долга 20 тысяч рублей и телефон, а после избили. На середине ролика действие перемещается в коптерку, где Исмаил, восхваляя Дагестан, делает дорожку из опиума на задней крышке телефона. Он расплывается в улыбке и говорит о дружбе народов Дагестана. В диалог вступил юзер Анвар Курбаналеев. Затем действия снова возвращаются в казарму, где на полу лежит избиваемый. При этом всем остальным на него наплевать. Другие молодые люди даже не думают за него заступаться. Они позируют на камеру, и один из них бьет себя в грудь, называя район, из которого он родом. Вдруг у кого-то возникает жалость к избиваемому, и он пытается за него заступиться, но ему быстро дают отпор. Своим мнением поделилась пользовательница Аминат Асманова. Очевидно, что такое шокирующее видео, оказавшись обнародованным, не могло остаться без последствий. Позднее у вершившего самосуд Исмаила в крови обнаружили следы марихуаны и опиума. Отмечается, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 335 УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений» и статье 163 УК РФ «Вымогательство». 9 октября военная прокуратура начала проверку в воинской части Хабаровского края после публикации видео с избиением солдата. Абдулманаб Мусаев по этому поводу написал следующее «Никого не хочу оправдывать, но внимательно осмотрев это видео, хочу сказать, что ролик этот смонтирован не военнослужащими, а кем-то со стороны. Очевидно, что употребляющий наркотики Исмаил Магомедов не стал бы позировать с героиновой дорожкой, если бы не был уверен, что это видео куда-то утечет. Безусловно, это видео грамотно смонтировали, чтобы отвлечь общественное мнение. Дагестанцы предстают здесь как наркоманы и насильники, при том, что здесь нет никакой постановки. Наши земляки сами выставили себя в таком свете. Юзер Калимат Меджудова по этому поводу тоже не стал скрывать свою позицию. И вот самое время спросить, а откуда берутся такие агрессивные молодые люди, не способные на компромисс, не способные к состраданию и доброте? К ним ведь со страшной скоростью прилипает все самое мерзкое, что есть в этом мире. От маргинальной лексики и вредных привычек до готовности к открытому насилию. Увидев цивилизацию, они не хотят получить образование, помогать другим людям, делать мир красивее и удобнее. У них возникает желание грабить, отнимать, унижать и убивать. Пользователь Бадрудин Ибрагимов также поделился своим мнением. Эти три урода в московском метро делали то, что хотели, потому что не чувствовали сопротивления. Да и эти герои из Хабаровской армейки тоже вели себя так уверенно, потому что не думали, что за их поступки последует наказание. Эти люди уважают только силы, но не захотел парнишка участвовать в ваших разборках. Это его право, может он не считал, что вы правы. Надо еще разобраться, в какие дела его пытались стянуть. Пользователь Шамиль Алибатыров написал следующее. Но эти дикари ведь не понимают, что такое право человека на собственное мнение. Для них, кто не с нами, тот под нами. Покоя при этом не оставляет другой вопрос. Где в этой части отцу командиры? Почему в казаре происходит избиение, а никого нет, кто бы начал бить тревогу? Нет камер слежения. Говорят, эти мальчики спустились в сгор, где нет нормального образования, где их родители заняты только тем, что зарабатывают на хлеб насущный, потому и выросли как сорняки. И все же самым интересным было мнение пользователя Марата Расулова. Мы смотрели видео, где Исмаила Алиева бил Исмаил Магомедов. А все остальные стояли и записывали все это на телефон. Исмаил Магомедов склонился над ним, как Хабиб над Конором. Картина была абсолютно идентичной. Удары шли без остановки. Мне, видавшему виды взрослому человеку, даже смотреть на это было больно. Но люди, находившиеся там, воспринимали это проявление зла как норму. Более того, они оказывали всему происходящему там насилию, моральную поддержку. Я считаю, что они также соучастники всего происходящего, как и те, кто непосредственно бил. И еще одна история, начало которой проследить невозможно. Как, впрочем, не видно и конца. Служба судебных приставов в Чечне вечером 13 октября вернула троих детей до вистанки к ней Царетиловой. В соседнюю республику их вывез ее бывший супруг Магомед Царетилов. Пользователь Юсуп Махтибеков по этому поводу написал следующее. О том, что дети переданы матери, вечером 14 октября, сообщила сама Нина Царетилова в своем инстаграме. Да, ребят, дети уже больше суток со мной рядом. Хочу искренне поблагодарить приставов исполнителей города Грозной Чеченской Республики, которые крайне профессионально и в рамках закона исполнили, наконец, решение суда. Действия происходили на территории Чеченской Республики. По поводу этих действий я пока не буду давать никаких комментариев, но на основании моей истории, я думаю, вы примерно понимаете, что там происходило, рассказала Нина Царетилова. Написала обитательница виртуальных дебрей Сапия Тамарова. Ее бывший супруг Магомед Царетилов ранее рассказал, что сам решил вернуть детей бывшей супруги, так как в ином случае их поместили бы в реабилитационный центр. Из-за ограничений родительских прав меня хотели подать в розыск. Писал во все инстанции власти Чечни, но до Кадырова не успел письмо донести, только до Даудова. Нас нашли правоохранительные органы Чечни, и в отделе судебных приставов произошел процесс передачи детей. У них была бумага о том, что я ограничен в родительских правах. Продолжая эту тему, пользователь социальных сетей Сирожудин Курбанов. Магомеду Царетилову сказали, что в соответствии с этими ограничениями дети должны быть или с мамой, или в реабилитационном центре. Дети не хотели к ней идти. Со слов Магомеда, даже психологи плакали, когда он их передавал. Дочка обняла его и не отпускала, но он сказал, что надо уходить им. Чеченские сотрудники это видели, но этот документ не позволял их оставить у отца. Он добавил, что намерен восстановить родительские права в полном объеме. По мнению пользователя Миссиду Магомедовой, сначала суд принял решение в пользу отца, так как дети хотят жить с отцом. Потом мамаша-тусовщица обратилась за помощью к Меликову, и он ей как своей помог. Суд высшей инстанции рассмотрел представленные документы. Третий суд ограничил злостного неплатильщика алиментов в родительских правах. Продолжил разговор на эту тему Гусейн Алиев. Бедные дети, как багаж с бельем, туда-сюда перебрасывают. У них детство отнимают, разве не понимаете? Может, отец поумнеет и успокоится. Если бы родители нашли общий язык, можно было бы без скандалов обоим воспитывать детей, общаться. Дети бы любили обоих родителей. Это обсуждение дополняет юзер Убайда Табасова. Я всегда на стороне детей. И всегда на позиции дети твоих, будь мужчиной обеспечив. Там тут жениться, завести то и иное детей, и потом оставить женщину на произвол судьбы, это подлость. Этот человек подлец. Так же и женщина. Раз ты родила, будь матерью, тянись тизю. Я знаю женщину, она с бабаюрта в Хасавюрт ездила, еще и хозяйство держала, чтобы прокормить семью. Еще и сестра умерла, она ее сына усыновила. Раз есть дети, забудь кутежи. Будь женщиной. Пишет Али Дибир Рашид Ханов. Бесконечные пьяные тусовки малолеток на квартире у взрослой тетки, это было нормой у Церетиловой после развода. Несколько раз выгоняли со съемных квартир за нарушение общественного порядка. Крики, драки, обычное явление у нее в квартире. Недавно она забрала старшего сына, с которым у нее возник конфликт, и она оставила его в Петербурге у чужих людей. Конфликт произошел на почве того, что ее сын слишком часто молится. И, вероятно, поэтому готовится вступить в ряды террористической организации. Вот до чего додумалась эта женщина. Про то, что она била своих детей, тоже много написано. И вот такому человеку возвращают детей. Пишет пользователь Махмуд Гаджиев. Чужая семья потемки. Но если то, что вы про нее здесь написали, правда, то куда все это время смотрели социальные службы? Может, отец у этих детей и не идеальный, но с мамой им точно не повезло. Но еще больше не повезло с тем, в какие руки попала Нина Церетилова и кто стал управлять ею. Если бы не эта известная грантаедка, то Нина угомонилась бы и тихо договорилась бы со своим бывшим. А сейчас шум на весь свет. Пользователь Магомед Абдусаламов обозначил следующую позицию. Лично мне очень жаль, что такое вообще произошло. Если в состоянии такого стресса росли дети, то это ненормально. Еще хуже, что они стали центром внимания всего Дагестана. Одно дело отомстить бывшему, другое дело строить здоровые отношения с детьми. И надо понимать, что это очень взаимосвязанные вещи, которые никогда не получится связать в один узел. Сейчас Церетилова покинула Дагестан. Надеюсь, что там ей и ее детям будет лучше, чем здесь. Но тут вспоминается афоризм Жванецкого. Все мои несчастья живут внутри меня. И им все равно, куда я перееду. Нет сомнений, что мы еще услышим продолжение этой истории. В среду 13 октября в Каспийске состоялся Всероссийский фестиваль уличных видов спорта под названием «Дагестан Воркаут Фест». Мероприятие посетил и руководитель Дагестана Сергей Меликов. Все подробности спортивного события через комментарии пользователей социальных сетей. Внимание на экран. Интернет-ресурс Draft City дает следующее определение воркауту. Простое определение воркаута – это уличная гимнастика. Но по факту это не просто любительский вид спорта. Это целая субкультура. Мощное движение, с каждым годом набирающее обороты. Основной акцент во время тренировок делается на работу с весом собственного тела, а также на развитие силы и выносливости. Упражнения выполняются на уличных спортплощадках, а конкретнее – турниках, брусьях, рукоходах, шведских стенках, лавках, лестницах, иногда и вовсе без использования каких-либо конструкций. Люди, которые увлекаются этим видом спорта, называют себя по-разному. Дворовые, уличные спортсмены, воркаутеры, уличные гимнасты, турникмены и так далее. Пользователь Раджаб Абдурашидов по этому поводу написал следующее. «Никогда прежде соревнования по воркауту в нашей республике в подобном масштабе не проводились. Участие в турнире приняли представители Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечни, Северной Осетии, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского края и других регионов страны. Причем среди них были как начинающие воркаутеры, так и опытные спортсмены, сообщили в пресс-службе главы Республики Дагестан». Эту новость дополнил Абдурахман Хациев. Старт соревнования дал руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он так и сказал, мы хотим популяризировать спорт в молодежной среде. В этом году за счет внебюджетных средств по республике были установлены более 25 спортивных площадок. И эту работу мы продолжим. Спорт должен быть доступен всем, сказал Султан Хамзаев. Основатель и президент Федерации воркаута в Дагестане Саид Малаев подчеркнул, что в республике большое количество приверженцев уличных видов спорта. Мы на протяжении 8 лет развиваем воркаут в Дагестане и провели множество мероприятий. Пишет пользователь Юсуп Абакаров. Сергей Меликов также отметил, что в период поездок по районам Дагестана подобные воркаут-площадки постарались организовать практически во всех населенных пунктах. Их уже достаточно много, но мы и дальше будем их устанавливать. Все остальное зависит от активности самой молодежи. А как мы сегодня убедились, она у нас очень активна. Будем проводить такие состязания не только в рамках фестивалей, но и на регулярной основе, сообщил руководитель республики. Своим мнением поделился Работан Гаджа Атаев. В беседе с журналистами Сергей Меликов подчеркнул важность проведения подобных мероприятий. Он так и сказал, на сегодняшний день воркаут-площадке – удобный способ для того, чтобы и молодежь, и люди старшего поколения были увлечены здоровым образом жизни и могли приобщить к нему своих родных и близких. Посредством таких фестивалей у нас будет больше здоровых людей, способных реализовывать себя на благо республики и страны, сказал глава региона. Юзер Назим Кахриманов по этому поводу написал следующее. Он также рассказал о видах спорта, которыми занимался. При прохождении воинской службы были популярны прикладные виды спорта. Они соответствовали требованиям служебной деятельности. Это рукопашный бой, разные виды борьбы. В молодости занимался современным пятиборьем. Выполнил норматив кандидата – мастера спорта. Пользователь Керим Ярахмедов написал следующее. Напомним, что в Дербенте ранее был проведен шестой открытый чемпионат Дагестана по воркаут. Участие в турнире приняли более 50 атлетов не только из нашей республики, но и из Ставропольского края, Краснодарского края, Северной Осетии и Мгушетии. Тогда мероприятие было организовано Министерством по делам молодежи Республики Дагестан и Федерацией воркаут Республики Дагестан при поддержке администрации Дербента. Турнир проходил в три этапа по двум номинациям – воркаут батлы и силовой трайборьи, в которых спортсмены соревновались в упражнениях на статику и динамику, подтягивания на брусьях, турниках и многом другом. Пользователь Шарип Али Султанов дополнил это обсуждение следующим комментарием. По итогам пройденных состязаний в номинации «Силовое пятиборье» победителем стал Ахмед Ахмадов из Ингушетии. В номинации «Воркаут батлы» лучшим был признан Рамазан Гайдаров из Махачкалы. Победители получили денежный приз от мелмолодежи Республики Дагестан в размере 20 тысяч рублей. За второе и третье места награждали по 15 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно. Редактор субтитров А.Семкин